Приветствую, дорогой Михаил, приветствую. Очень рад тебя видеть. Наши все участники школы Человек будущего Homo Futur заждались. В прошлый раз они написали комменты. Я надеюсь, ты читаешь их все. Обязательно почитай, если еще не читал. Там есть вопросы к тебе. И у меня сейчас тоже есть вопрос. Научи меня правильно мыслить. Вот я, допустим, смотрю на реальность нашу, на телевизор, на чашку, на стол, на лампу. Ну, я понимаю, что эта лампа относится к отряду ламп. А отряд ламп относится к чему-то большему. Ну, допустим, к свету или к светильникам, к солнцу. Ну, как-то классы, подклассы. Вот как там в ТРИС? Как ты с детьми, во-первых? Как ты мог с ребенком в 4 года найти контакт и определять с ним эти понятия, о предназначении этих предметов, их взаимосвязи, чтобы развивалось у вас. И контакт развивался. Такое интересное общение. И в то же время, чтобы ребенок развивался, как изобретатель, как творческая личность. Можешь мне рассказать? Во-первых, добрый день, дорогие коллеги. Привет, привет. Я хотел сказать, что есть такая отечественная теория решения изобретательских задач. ТРИС называет. Аббиатура ТРИС. Теория решения изобретательских задач. Придумано в Советском Союзе. Это наше детище, нашей страны. Ну, теперь это детище России и вообще детище всего мира. Значит, в основе ТРИС следующее. Один из инструментов основных, это называется алгоритм решения изобретательских задач. Не пугаетесь, аббиатура. То есть это последовательность шагов, которые выполняются, когда мы пытаемся проанализировать проблему. То есть начинается все с ситуации. То есть есть определенная ситуация. Мы рассматриваем эту ситуацию. В ней может быть много задач. Причем задачи, сейчас приведу пример, чтобы было понятно. Вот учебный процесс, который идет. Есть у нас ученик, есть у нас учитель, есть у нас класс, целиком и так далее. И задачу можно решать на уровне ученика, на уровне его качеств, можно решать на уровне класса всего, привлекая коллектив. И так далее. Это в зависимости от того, какую задачу мы выберем, в дальнейшем будем ее анализировать. Когда мы выбрали задачу, дальше строим модель задачи. То есть смотрим участников. Кто участвует в процессе. Существует так называемый выполненный анализ. Мы рассматриваем изделия, инструменты, и как они их взаимодействуют. Это техническая задача. Если социальная, педагог и ученик, как они взаимодействуют? Кто на кого действует и так далее. В общении. Потом формулируется противоречие. Какой конфликт у нас? Какую проблему мы пытаемся решать? Дальше рассматривается идеальный конечный же, о чем мы хотим. Если брать учебный процесс, то идеальный ученик это как? Да, да, вот это интересно. Рассматриваем главную функцию. То есть здесь понятие функции обязательно должно быть. Инструменты и изделия. То есть что взаимодействует? Ученик, основная функция ученика, это полуученик в школе. Ученик получает знания. Ученик как инструмент, знания как изделия, и ученик получает знания. Вот это его... Секундочку, вот ты сейчас рассказываешь, как мыслить системно, да? Мы еще до системы не дошли. Мы смотрим процесс, как анализировать процесс. Что происходит? Вообще любой процесс. Вообще что происходит? Одно воздействует на другое. За счет какого-то действия, за счет какого-то глагола. То есть вот мы смотрим на мир и начинаем именно вот так вот анализировать, да? Да, да. Когда мы рассматриваем какую-то функцию взаимодействия, то обязательно два компонента должны участвовать, как минимум. То есть что на что действует. Да. И так далее. Это что техническая система, что социальная система. Это не играет роли. Вот сейчас, например, снег пошел на улице. Снег сейчас вот два дня, да? Вот я выглянул в окно и вижу снег. Вот раньше я просто видел снег, а теперь я после того, как ты меня научишь, буду смотреть на снег и думать, к чему же это относится, да? Или как? Ну дальше смотри, снег покрывал. Вот мы рассматриваем снег, да? Сам процесс. Снег покрывает землю. Ну там падает снег и так далее. В результате покрывает землю, да? Да. Снег является инструментом, земля является изделием. Вот она накрывает как одеяло, допустим. То есть вот мы модельку. Когда рассматриваем какой-то процесс, то обязательно, как минимум, что с чем взаимодействовать. Когда мы научимся вот так вот смотреть на мир, то мы и обретем качество, эту способность уникальную. Способность и понимание происходящее. Что происходит? Не на уровне эмоций, а на уровне процесса. Анализ процессов и анализ участников. Если мы упомянули ученика, то дальше рассматривают еще идеальный конец результат, чего мы хотим достичь. Так. Идеальный ученик, это тот, который есть формула ИКР и идеальный конец результат. Идеальный ученик сам получает знания. Так. Вот это уникальный процесс, он должен получать знания. Идеальный ученик, который сам получает знания. Идеальный ученик, который сам получает знания. Да, но у нас не все идеальные ученики, для этого существует учитель, который эти знания, ну так, как это, дает, дает эти знания. Ученик воспринимает, нормальный ученик воспринимает, если есть внимание. Понятно. То есть ты определяешь понятие, да, вот что такое ученик по функции, да, ученик это… Изделие, инструменты, это знание, и вот его основной процесс… Изделие, вот это… Откуда вот это вот, что ученик это изделие, вот это слово откуда взято? Ученик это инструмент. Инструмент. А знание, если вот моделька, в зависимости от того, что возьмем за изделие, то инструмент, то разные понятия. Значит, знание воздействует на ученика. Так. Ученик воздействует на знание. Ученик получает знание, а знание обогащают его, да. Так. Если поменяли местами, другой смысловой, другой процесс порой стоит. Так. Вот, а для того, чтобы ученик получал знание, а есть ресурсы, так называемые, что у нас есть вокруг. Ресурсы есть у самого ученика, ресурсы есть у учебника, книга, ресурсы… Извини, пожалуйста, вот с этой точки зрения, вот такого рассмотрения мира, для того, чтобы лучше соображать, а не только эмоциировать. Вот с этой точки зрения стол, например, для чего? Как вот это назвать? Стол и стул. Вот с какой точкой? Это искусственное создание руками человека. Да. Основная функция стола – удерживать что-либо. Так, так. Стол предназначен для того, чтобы удерживать что-либо. Это его функционал. Значит, если на столе ничего нет, он функционала не теряет. Так, ну, там другая функция – стол занимает место, но это совсем другое пространство такое. А стул? То же самое. Основная функция стула – удерживать. Удерживать? От стола, да. На столе можно держать книги, книги могут и на стуле тоже лежать. А чашка? Чашка предназначена для того, чтобы удерживать что-либо. Той жидкость там, да? Да, там жидкость, и в данный момент у тебя часто удерживает воздух. А вот мяч, скажи, пожалуйста, мячик. Мяч удерживает воздух внутри. Так. А то, что он предназначен для того, чтобы им играть… Это наше предназначение, как мы его применяем. Это уже наша функция. Я беру мяч и играю в игру, называется «Игра в мяч». Да, да, да. А книга? Книга. Книга, там много функций. Дальше вот из перечисленных функций выбираем главную. Но очень важно определить главную функцию предмета. Само его функция. Не наше видение, как бы ее, да? Вот теперь понятно. Вот теперь понятно. Не наше видение, а главное назначение, да? Значит, назначение книги – удерживать информацию. Удерживать информацию. Значит, она удерживает информацию. Если у тебя есть потребность получить эту информацию, ты открываешь и читаешь. А вот часы? Часы удерживают время. Они не для того, чтобы показывать время, нет? Если у тебя часы, тебе показывают время. Часы, которые просто у нас лежат, но закрытые, допустим, часы, да? Да. Они удерживают время, но они, чтобы показывать, надо знать, кому показывать. Они не теряют это качество, но если на них… Главное их удерживать время, да. Удерживать время, то есть удерживать. Кому надо, он покажет, если тебе надо. Понятно. То есть то, что они тикают, то, что они идут, что… Это дополнительные функции. Удерживать время можно за счет того, что проявление этого тикает и так далее. А вот самолет, скажи, пожалуйста. Самолет, как любой транспорт, предназначен для перемещения груза в пространстве. Так. Пусть она та же, как машина. Ну, руковая машина. Тоже ее главная функция – перемещение груза в пространстве. Да, а вот ты говорил, есть система, и потом надсистема. Это как будет получаться? Вот, допустим, машина относится… Машина относится к системе. Рассмотрим. Твое право выбирать за систему все, что ты хочешь. Это твое право. Хочешь выбрать колесо – выбираешь колесо за систему. Так. Колесо состоит из паскрышки, основы там и так далее, да? Это составные части колеса. А колесо является частью машины. Так. Если рассматривать машины, то колесо – это рабочий орган. Благодаря колесу возможно движение, возможно перемещение. А вот интересно, Миша, а вот человек, вот как, с какой точки зрения у вас здесь будет? Нет, ну человек – вообще многогранная система, понимаешь? Он и член общества, там у него как он… Он сам как система, он как член системы, потом… А надсистема там где? Вот кто там? Надсистема – все человек, можно подниматься туда вверх, вот, над надсистема, выйти на человечество. На человечество, да. Выйти на вселенную, может быть, понимаешь, да, идти, идти выше, предела нет. Это когда поднимаемся наверх, когда опускаемся вниз, из чего состоит вообще? Да, можно дойти до молекулы, до атома. А вот как ты с четырехлетним ребенком, вот, на эту тему разговариваешь? Ну, с четырехлетним ребенком мы берем в окружающий его мир, у него программа есть, там изучение различных вещей, допустим, мебель, город. Так, вот город, в одном, допустим, города, с чего, что есть, люди живут в городах, а где они живут? Они живут в доме, в квартире, квартира является частью дома, частью дома, многоэтажный дом. Квартира состоит из составных частей, там есть кухня, спальня, там столовая, коридорчики и так далее. Вот это из чего, да? Квартира является частью дома, дом является частью улицы. Улица является частью города, город является частью края, допустим, края является частью страны и дальше, пожалуйста. А вот раковина, раковина вот на кухне. Так, ну раковина это тоже, это все с большими, все с маленькими, взрослые, те же самые дети. Так, основная функция раковины, то есть надо, когда мы это рассматриваем, нужно рассматривать процессы, в которых она участвует. Так. Основной процесс, раковина направляет воду, это ее главная функция. Направлять, направлять, направлять движение, то есть раковина участвует в движении воды, если нет воды, то раковина предназначена для этого. То есть если мы в процесс, создаем процесс, то она направляет воду. А дальше смотрим, из чего раковина состоит. Раковина состоит, ну сам корпус раковины, два отверстия там есть, одно, одно, ну в смысле там это, куда вода одевается, и откуда берется, я на виду вот этот высотек, из которого течет. Миша, извини, вот когда говорят о раковине, да, вот с какой точки зрения надо определять, с точки зрения главного предназначения, да? Главная функция ее. Главная функция. Как она применяется? Когда она работает, участвует в каком-то процессе, а у нас процесс движения воды. Так. Раковина осуществляет направление этого движения, она управляет, дает, придает направление движению воды. А, то есть это главное, для чего она существует. Она для этого существует. А все остальное там… А также могут быть дополнительные функции. Заткнул это раковина, значит будет… Понял, значит любой предмет, главное, для чего это существует. Например, телевизор, главное, для чего это существует, чтобы давать нам информацию, да? Трех информацию, да, точно та же, как книга. Только книга пассивна, а телевизор активный. Понятно, то есть глядя на вещи, определяем главное их назначение. Да, и это называется талантливое смышление. Когда мы о чем-либо говорим, о какой-то системе, о вещи какой-то, из чего, часть чего. То есть главный функция определил. Да. Довольно часто получается так, люди разговаривают друг с другом и не понимают друг друга, потому что ты видишь под этим предметом одну функцию, понимаешь. Ну да, я под раковиной видел предмет, который можно кого-то, допустим, стукнуть по голове. Ну, к примеру, я шучу. Да, да. И тогда люди выходят на одно понятие, об одном процессе. Да, понятно, понятно. Понятно. Так вот, талантливое смышление заключается в том, что ты видишь это все, понимаешь и видишь. Всю картину видишь, а работай с тем, что тебе нужно. Миша, еще один вопрос для уточнения. Вот, допустим, человек в огороде копает землю, грядку копает лопатой. Он стоит, трудится, к нему подходят люди и говорят, Федор, ты что делаешь? Он говорит, землю копаю. А чем ты копаешь? Лопатой, не видите, что ли? Вот лопата, это что? Это инструмент, это система инструмента. А что делать? Главная функция лопаты? Копать, да? Это ты копаешь, лопата, что делать? Лопата без меня лежит просто так, нет? Ну, лежит, и когда она используется для дела, что делает она? Ты ее применяешь относительно земли. Так. Отношение к земле, так лопата разделяет землю. А, вот оно в чем дело. Есть монолит, лопата разделяет эту землю, точно так же, как ножик. Слушай, ну, это за пять минут так вот не освоить. А, а что пять минут? Что происходит? Берем ножик. Так. Ну, и что делает ножик? Он берет, берет буканку. Да. Режешь, причем почему-то режешь не плоскостью, а ребром. Так. Такой рабочим органом у ножа является кромочка лезвия. Так. То есть мы взяли не просто, а то взяли нож. Из чего состоит? Нож состоит из полотна, состоит из ручки. Так. Если, так сказать, рассматривать схему планатного мышления, то получается нож является чем? Является частью инструментария, да? Для приема пищи. Часть посуды. Да. Для разделения пищи. Так. Включает в себя полотно-кручку. Так. С лезвием полотна. Общая картина это что для четырехлетка и что для семидесятилетки не играет роли. Значит, получается функциональное определение, когда мы даем, то когда мы рассматриваем нож, то мы говорим, что это относится к частью посуды. Так. Значит, состоящая из, главная функция разделять дальше, главная функция разделять объекты, разделять пищу. Так. Вот дальше состоящая из, перечисляем детали составными, и потом указываем ту часть детали, или, может быть, сама деталь, или, может быть, часть деталей с кромочкой ножа. Сейчас вот если дать функциональное определение карандаша, допустим, да? Да, короче. Это пишущая принадлежность для пачканья бумаги. Для пачканья бумаги. Для пачканья бумаги. Для пачканья, то есть чем это? Чтобы оставлять графитовый свет. Пачканья, процесс пачканья заключается в том, что от целого грифеля отделяются крупинки этого уголька, грифелька, и они остаются на бумаге. Да. Значит, еще разок сначала. Значит, карандаш является частью пишущих принадлежности, оставляющих вслед, состоит из компонентов и указан рабочий орган, который у нас выполняет вот эту самую функцию. Можно еще раз, одну секунду. Карандаш относится к классу... Да, 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 именно класс. А теперь для чего? Пишущих предметов, оставляющих на бумаге... Оставляющих главную функцию. Для выполнения главной полезной функции. Да, да, понятно, понятно. Слушай, а вот интересно. Если просто... Можно я так... Маленькую формулу. Говорить часть чего, для чего, из чего и чем осуществляет это. Да. Вот интересно. Если бы мы задали вопрос, например, нашим участникам нашей школы беседы сейчас, например, определите, пожалуйста, лампа для чего, что это лампа. Напишите, пожалуйста, вот чтобы определили, к какому классу объектов относятся, что это такое, для чего. Лампа относится к источникам света. Так, может быть, вот эти вопросы надо, вопросник составить, и человека, который не сведущий, сразу учить по этим вопросникам, например, глядя на что-то, ты должен понимать, что это, для чего это, к чему это относится, главная функция какая... Главная функция частью чего является. Так. Вот состоит и элементе, который обеспечивает вот эту главную полезную функцию. Так, так, так. Вот это функциональное, это даешь определение предмету, определение системы с полным пониманием функции, и как она осуществляется. И тогда люди между собой бы разговаривали и понимали бы, о чем, например... Понимали, о чем идет разговор. Например, мясорубка. Уже бы понятно было, что это устройство для... устройство для обработки мяса. Это слова, надо конкретно, конкретно функцию. Для разделения мяса. Для разделения мяса. Разделения мясорубка, это тот же самый ножик. Понятно. Там внутри мясорубки есть ножик, который разделяет от монолита. Ты же берешь кусок мяса, кладешь мясорубку, крутишь, и там происходят вот эти процессы. Слушай, я могу понять, что вот такие занятия, например, со взрослыми людьми, могут научить талантливому мышлению человека, чтобы он смотрел на вещи и уже сразу понимал, и как разговаривать с людьми, и как из этого что-то создавать. Я это могу понять, но я не могу понять, как ты с четырехлетним ребенком можешь вот это все производить. Как он понимает, когда ты его спрашиваешь, например, что такое раковина, как он тебе может определить вот это? Мы идем в туалет, ищупаем эту раковину, смотрим, щупаем. Дальше смотрим, пускаем воду. Раковину убрал. Куда девается вода? Попадает на пол. Что делать раковину? Раковина не дает воде попасть на пол. Так. А что водичка попала в кончик трубы? Так. Внизу. Дальше смотрим. Получается, что раковина направляет воду. Какая часть раковины направляет? То есть, что является рабочим органом, что является направлялкой. Да. Направляет ее и является поверхность корпуса раковины. Причем внутренняя поверхность. Понятно. Вот она направляет ту самую водичку. Точно так же, как стол, допустим. Рассматриваем стол. Стол является частью мебели, которая осуществляется удерживанием чего-либо. Может удерживать чего-либо. Теперь смотрим, состоящее из чего. Главная функция удерживать что-либо, состоящее из столешницы. Есть ножки, есть ящички и так далее. Причем может ребенку посмотреть, что вокруг тебя, посмотри в комнате. Что вокруг тебя удерживает что-либо, пожалуйста. Он глядывается, смотрит. Все, что хочешь удерживать. Так, но это не столы. Это не столы. То есть это относится к классу удерживающих предметов, но не столы. Содержащие столешницу, содержащие ножки ящички. А теперь рабочий орган, столешница с частью, с верхней поверхностью столешницы. То есть мы перечислили, а теперь смотрим, какая деталька, какой элемент выявленных частей выполняет этот главный фунт. То есть рабочий орган. Удержание происходит за счет поверхности верхней. То есть это же как с ножом. Разделение происходит за счет лезвия. Понятно. Слушай, я хочу тебе сказать. Это же как надо любить свой предмет, чтобы вот так с ребенком разговаривать. Это же вот не каждый человек может. Я тебе хочу сказать. Вот я тебя слушаю и думаю, как это вот, например, можно научить педагогов всех вот так с детьми, к примеру, разговаривать с такой внимательностью, с такой скрупулезностью, с таким пониманием. Вот так вот, как на примере вот этого занятия, что ты со мной сейчас проводишь. Это же надо, как говорится, учитель от Бога. Это также не было. Учитель от Бога просто должен понимать, чего он преподает. Так. А вот дальше, когда мы пытаемся с ним понять, чего он преподает, мы видим, что он из себя представляет. Здорово. Я теперь понимаю, почему у нас образование рухнуло. Не только, наверное, потому что там сверху кто-то не так понимал. А, наверное, и вообще люди-то, они же самые разные. Вот чтобы так любить свой предмет, чтобы так преподавать. Какой предмет, вот у тебя в школе, у каждого из вас, в школе был любимый предмет. Чем отличается любимый предмет от нелюбимого? Тем, что любимый предмет ты делаешь с удовольствием, и твое внимание легче на нем концентрируется. Откуда берется это удовольствие? Потому что он соответствует моим талантам, моим способностям, и я могу легче на нем сосредотачиваться. Потому что то, что там, где мое внимание труднее сосредотачивается, это... Это общие слова. Это общие слова. Ой, интересно, интересно. Давай, давай, давай. Давай. Давай, давай, давай. Извини, это буквально... Секунду я отвечу. Ответ, ответ, Анна. Да, буквально через секунду я отвечу. Сейчас кто-то там... Так. Не понимаю. Это телеграмм звонит. А, это, наверное... Сейчас, секунду. Так. Не знаю. Мишенька, давай. Что ты говорился, да? Я сейчас приведу пример. Да. Значит, приехал вот в Ленинград, в Санкт-Петербург. Я сам из Санкт-Петербурга. 43 года жил в Норильске. Приехал сюда, пошел в поликлинику, там анализы крови надо ждать. Мне говорят, вы должны пройти... И как это называется? У старшего возраста. Здесь диспансеризацию. Да. Я сейчас дал, сейчас не дал и улетел. Да. То же самое диспансеризация в Норильске тоже проводится. Да. Вы должны подойти и продолжить диспансеризацию в какой-то кабинет. Да. Ну, хорошо, понял. Я побежал в свою поликлинику, у нас их нет, только в Норильске. Побежал в поликлинику, я найти, не могу номер кабинета такого. Спрашиваю там у сестричек, а у нас нет такого кабинета. Ну, думаю, я, наверное, не в ту поликлинику. У нас там поликлиники две. На улице Кирова, на улице Толнаской. Так. Я, значит, звоню по тому телефону, где мне сказали, вы должны пройти. Я говорю, скажите, а это на Толнаской или на улице Кирова? Это, говорит, на Кавалергарской. Ёлки-палки. Это улица в Санкт-Петербурге, куда он пригласил. Понятно. Понятно. Вот сейчас у тебя был звонок, да? Так ты смотришь, это где? Там, Телеграм или еще чего, и так далее. Сколько каналов, и не поймешь же, откуда каналов. Да. Так вот, и вернемся к нашим баранам. Значит, чем отличается любимый предмет от нелюбимого? Тем, что педагог влюбил предмет свой. Ну, во-первых, любить можно по-разному. Тебе может нравиться учительница. И благодаря тому, что она тебе нравится, тебе приятно общаться с ней и так далее. И предмет ложится, который она преподает, как масло на хлеб. Понимаешь? Да, да, да. Это флюидом андуса, да. Да, да. То есть любимый предмет еще заключается, особенность его заключается в том, что педагог дал тебе прелесть всей картины этого предмета. Ты, общаясь с этим предметом, получаешь удовольствие. Ты, когда думаешь о предмете, думаешь о ней, о педагоге, да? О педагоге думаешь и так далее. Ну, вот я учился в семи школах Советского Союза. И когда отец был военный, приходил в новую школу, я получал кучу двоек. Я не воспринимал педагога, который мне преподавал. Тогда репетиторов не было. Вот извини, а я когда учился в девятом классе, у нас педагог был очаровательный по немецкому языку. Но немецкий я так и не выучил, а в педагога влюбился. Как это может быть? Ну, я шучу, я шучу. Я понял, я понял. Я видел педагогов, которые так с любовью преподавали, что забываешь обо всем и видишь вот то, что он говорит. Прямо живешь этим. Конечно, но ты купаешься в этом предмете, получаешь удовольствие. Но это как человек, умеющий плавать. Я приведу другой пример. Значит, в свое время на первом курсе у нас вечеринка, никто из парня танцевать умел. Вот пригласишь ее, как ее не уронить, как на нее не наступить, куда ее повернуть и наконец-то это кончилось. Села и слава богу. Пошли в школу танцев. Был у нас старичок, 64 года. У него богатейшая фанатека была пластинок. И он нам рассказывал о танце, рассказывал о сути этого танца. Помимо отдельных элементов и прочего. Он не давал танцевать больше пяти минут с одной партнершей. То есть вот круг стоят, отрабатываем движение, да? Пять минут прошел, хлопнул, значит, идет дальше смена партнеров. Значит, он говорит, если ты ее взял и не почувствовал, ты не партнер. Ну, молодец какой, молодец какой. Ты знаешь, анатомию в мединституте, когда учил, это было так неприятно. Эти косточки, мыщелки, и там сапожили. И по-русски, и по-латыни надо все знать. И вот однажды я попал, после уже повышения квалификации, там случайно был преподаватель по анатомии, который заменял нашего преподавателя там на курсах. Случайно совершенно. И вдруг он стал то же самое анатомию рассказывать. Я забылся. Он так рассказывал, как будто будет вселенная какая-то. Живое. Как эти нервы проходят, как эти мыщелки, как эти косточки все. Так рассказывал, просто такое было ощущение, как будто симфония какая-то. Это не ощущение, как они по-русски. Кстати говоря, Мария Тешагинян писала «Четыре урока у Ленина». Почему, когда говорил Плеханов, было видно Плеханова, а когда говорил Ленина, было видно революции. Вот «Четыре урока у Ленина». Дело в том, что человек не может не рассказывать, кроме как о себе. Поэтому, когда Плеханов говорил о революции, было видно Плеханова. А когда Ленин говорил о революции, было видно революцию, потому что Ленин и была революция. То есть он этим жил. Да, да, вот именно живет. Поэтому педагог, который живет своим предметом, который с любовью, все хорошо, что сделано с любовью, когда он с душой это делает... Он показывает единство, картину предмета, картина мира. Да, да, да. А не любимый предмет, у тебя нет картины, у тебя есть отдельные пятна. Вот если бы кто-нибудь, не ты, а кто-нибудь мне бы рассказывал, что нож, оказывается, это не нож, а главное вот это та кромка поверхности, которая обладает способностью разделять, я бы его долго не слушал, мне было бы скучно, понимаешь? Честно, честно, я тебе говорю. Ты, видимо, очень любишь свой предмет. Слушай, я тебя очень прошу, Миша, давай мы еще раз встретимся, потому что вот сейчас мы зададим домашнее задание всем, пусть они определяют какое-то слово по предназначению, например, утюг там, или торшер, или пол. Дай какое-нибудь задание. Можно задать задание окно. Окно. О, супер. Друзья, пожалуйста, Миша предложил вам, сформулируйте, пожалуйста, окно. На уровне четырехлетнего ребенка, пожалуйста. Да, чтобы ответили на какие вопросы, предназначения, да? Не надо раскладывать, не надо ничего, ты сейчас инструменты здесь разложишь. Не надо раскладывать. Дать определение ребенку, определение окна. То есть, а также я могу просить определение, дать любого предмета, который вы преподаете, как педагог. А, то есть, имеется в виду, как бы вы могли объяснить ребенку, что такое окно, да? Да, 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 и все. А теперь объясните. И тогда все остальные вопросы сами. А теперь вы объясните, что вы преподаете? Предмет такой-то, что вы преподаете? Да. Хорошо. Спасибо тебе, Мишенька. Я тебя обнимаю. Слушай, так здорово с тобой, интересно. Друзья, поблагодарим нашего Михаила за то, что он нам подарил такую радость познания, познания. Пожалуйста, окно. Окно будет в будущее. А вы определите, пожалуйста, что такое окно. Сейчас я приведу пример. Значит, в понедельник у нас занятия были 2, 3, 4, 5 отдельной группы класса. Да. Преподавал педагог кинестетику. Кинестетику? Да, кинестетику. Ага. Я пошел, попросился на этот урок, снимал это видео. Я говорю, у меня шкурный вопрос. У меня внучки, которые в моем городе живут 4,7 лет. То есть мне нужен для внучек. А педагогу я сказал, что вот то, что вы преподаете, у меня ребята будут структурировать ваш предмет, выстраивать структуру предмета, что они себя представляют. Да. То есть я им даю вот эту схему палатного мышления, который сегодня говорил. Они будут структурировать предмет вот этой схеме, которая вязать. Потому что педагог дал фрагменты эффекта, все дал отдельные фрагменты этого. Будут собирать, как конструктор, собирать вот этот предмет, который было одно занятие. Значит, они начнут собирать через несколько занятий. Слушай, я знаю, что думаю, Миша. Если у тебя хватит терпения с нами еще поработать, я думаю, через один-два раза мы все станем изобретателями. Слушай, это удивительное дело. Мы начнем видеть вещи более ясно, понятно, общаться между собой более адекватно и создавать что-то очень интересное, новое, полезное. Да, и даже не заметим, как наша эффективность в жизни вырастет. Ну вот я еще приведу один пример и не буду больше вас мучить. Значит, разбираем с ребятами, независимо, там это детский сад или там 10 класс физмата не играет роль. Разбираем структуру математики, то есть они выстраивают это все. Потом после того, как мы выстраиваем, говорю, ребят, меня математика вообще не интересует. Я говорю, как? И что, что разбирали? Я говорю, на примере математики мы рассматриваем общий принцип подхода понимания вообще всего, что нас окружает. На примере математики. На примере математики. Я могу на любом примере показать вам. Все, понятно. Спасибо тебе, Миша. Спасибо. Спасибо за внимание. Друзья, спасибо. Итак, окно. Окно в будущее. Определяйте, как окно. Будущее вы можете сейчас не определять, потому что мы сама школа, человек будущего. До встречи, друзья. И последняя байка. Сегодня провожу занятия, но дети есть дети. Я говорю, сколько тебе лет? Семь с половиной. Ну, говорю, нормально. Я тут перед тобой, так сказать, у доски изгаляюсь, а мне в 10 раз больше. Как, говорит? Вот так. Они еще умножения не знают. Понятно, понятно. Хорошо, Мишенька. Еще раз огромное спасибо. Сердечно. До терпения. Спасибо. Я думаю, я не отбил вас желания. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, что ты, что ты. Мы ждем тебя. Давай. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok